МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год назад Россия ввела запрет на вывоз продуктов питания с государств Евросоюза и ряда других западных стран. Таким образом, в Кремле надеялись убить двух зайцев, наказать Запад за его санкции и поддержать российского производителя, убрав с рынка его конкурентов. Контрсанкции продлены еще на год, но эффект от удара по европейским фермерам был в основном краткосрочным. Так, польские производители продуктов сегодня, несмотря на российское эмбарго, добились рекордной прибыли. О том, как изменилась ситуация в России, наш материал. Сыр с укропом, с чесноком, острым перцем. Со следующего месяца на ферме в деревне Крутово планируют ежедневно производить 200 килограмм сыра вместо прежних 40. И британца Джона Кописки, который переехал в Россию и более 20 лет занимается сельским хозяйством, это не может не радовать. В целом, мое мнение и мнение моей семьи о санкциях, мы благодарны за них, потому что они могут встряхнуть наших бизнесменов, могут заставить их начать производить что-то в стране. Потому что после перестройки бизнес был ориентирован на краткосрочную перспективу. Открыть магазин, импортировать. Мы были для всех прекрасным рынком, но не развивались сами. Шанс для отечественного производителя. Именно в таком ключе в Кремле комментировали введение эмбарго на западное продовольствие. Стоило вслушаться в заявлении высших должностных лиц России, как становилось понятно, что главной задачей эмбарго была вовсе не внешнеполитическая, считает эксперт. Главная задача была внутренняя, протекционистская. Восстановить те преграды на пути зарубежных продуктов питания, которые России пришлось отменить в ходе вступления во Всемирную торговую организацию. То есть огородить российское сельское хозяйство от конкурентов и тем самым способствовать его подъёму. Но первым делом исчезновение ряда импортных продуктов с полок магазинов привело к росту цен. Таким же был результат прежних попыток Кремля поддержать отечественного производителя, ограничив импорт. Ведь ввозить, к примеру, свинину из Европы и яблоки из Польши Москва запрещала ещё до Крымского конфликта. В реальности такие меры мало стимулировали российских фермеров. Для этого нужна фермерам определённость, что, скажем, запрет устанавливается например на пять лет, потому что в условиях, когда неизвестно сколько это будет действовать в год или полгода, выстроить бизнес невозможно за это время. Российское эмбарго определённо ударило по европейским аграриям, поставлявшим продукцию в Россию. По оценкам немецкого союза крестьян, только фермеры в Германии потеряют порядка 600-800 миллионов евро за один год. И всё же ЕС, общий ВВП которого более чем в пять раз превышает ВВП России, будет гораздо легче справиться с этим ударом, чем Москве считает эксперт. Из-за того, что санкционные продукты пока так и не пропали полностью с полок магазинов, Москва решилась на радикальный шаг. Санкционные продукты будут уничтожать. И в то время, как активисты проекта Ешь Российское проводят рейды по супермаркетам в поисках таких продуктов, около 200 тысяч россиян просят Госдуму не сжигать их, а передавать нуждающимся. В четверг вступил в должность новый президент Польши Анджей Дуда. Он был выдвинут на пост главы государства партии «Право и справедливость». Возглавляет эту партию известный евроскептик Ярослав Качинский. О курсе нового польского лидера поговорим с экспертом Deutsche Welle по Польше Бартышем Дудаком. Теперь же бывшего президента Бронислава Комаровского называли адвокатом Украины в Европе. Чего ожидать в Киеве от Анджей Дуды? Что касается политики в отношениях с Украиной, то я не ожидаю каких-либо изменений. Дуды работал в канцелярии президента во времена Леха Качинского, а тот всегда поддерживал Украину и Грузию. Поэтому, думаю, Дуда продолжит его курс. Анджей Дуда требовал расширения присутствия НАТО в Польше. Может ли в связи с этим Киев рассчитывать на военную помощь Варшавы? Интересный вопрос. Президент Качинский, на которого всегда ссылается Дуда, выступал за вступление Украины в НАТО. Так что я не исключаю, что Польша может оказать Украине и военную помощь. А каким образом будет выстраивать Варшава свои отношения с Кремлем после прихода к власти Анджей Дуды? Дуда никогда не станет союзником Москвы до тех пор, пока Россия будет оставаться авторитарной страной и продолжать свою агрессивную политику. Дуда будет отстаивать демократические принципы и территориальную целостность Украины. А какую позицию занимает Дуда в вопросе санкций против России? Он настроен на ослабление штрафных мер против Москвы или наоборот, он выступает за их усиление? На мой взгляд, безусловно, будет занята жесткая позиция. Скорее всего, Дуда поддержит санкции. Хотя не стоит забывать, что в Польше президент не имеет такого сильного влияния, как, например, в Украине, России, Франции или США. В Польше большое влияние у премьер-министра. Поэтому следует дождаться октября, когда пройдут парламентские выборы, чтобы более конкретно говорить о возможных изменениях во внешнеполитическом курсе Польши. Спасибо. Это был эксперт Deutsche Welle по Польше Барташ Дудок. Другая тема. В Кёльне в четверг открылась для посетителей ярмарка компьютерных игр Gamescom. Это один из крупнейших смотров отрасли. По-прежнему в тренде остается онлайн покупка и загрузка видеоигр. И все чаще люди используют смартфоны и планшеты для компьютерных игр. На несколько минут погрузиться в совершенно иной мир. Новейшие гаджеты, позволяющие это сделать, в продажу еще не поступили. Но их уже можно опробовать на знаменитой ярмарке Gamescom, которая в эти дни проходит в Кёльне. Важным направлением сейчас является виртуальная реальность. Юзеры при помощи виртуальных очков теперь смогут погрузиться в игровой мир намного глубже, чем это было раньше. Границы между игрой и реальностью становятся все более размытыми. Мощность компьютеров постоянно растет, улучшается и качество изображения. Разработки в области виртуальной реальности ведут чуть ли не все крупные IT-компании. Microsoft, Facebook и, конечно же, Sony — лидер на рынке игровых консолей. Когда надеваешь очки и поворачиваешь голову, то поворачиваешь ее и в игре. Это значит, что что-то происходит позади меня, рядом со мной, ну и так далее. Например, если я играю в автомобильной гонке, то могу осмотреться вокруг, посмотреть в боковое зеркало. Раньше это было невозможно. То есть я нахожусь полностью в ситуации, возникшей в игре. Помимо виртуальной реальности, на Gamescom широко представлены игры для смартфонов и планшетов. В 2014-м ярмарку посетили около 300 тысяч человек. В этом году организаторы также ожидают большой наплыв гостей. Ведь билеты были распроданы еще до начала выставки. Министр обороны Франции Жанны Фледриан в четверг заявил о том, что к покупке вертолета-носцев типа «Мистраль», которые Париж отказался передавать России, проявляют интерес несколько стран. Правда, глава военного ведомства не сказал, какие именно. Франция решила заморозить сделку из-за роли Москвы в конфликте на востоке Украины. Подробности в обзоре новостей. Как сообщили пресс-службы президентов Франции и России, французская сторона вернет Москве деньги, заплаченные за вертолета-носцы «Мистраль». Общая сумма неустойки за разрыв контракта обойдется Францией более миллиарда евро. Отношение к Владимиру Путину и России в мире оказалось негативным. Таковы результаты соцопроса Американского исследовательского центра, который проводился в 40 странах мира. Положительно к России относятся лишь 30% опрошенных, а к Владимиру Путину — 24%. Негативно к России относятся в Германии и Франции. Так, доверие к США в Европе составляет 69%, а к России — лишь 26%. Возле острова Реюньон найдены новые обломки Боинга MH370, пропавшего почти полтора года назад. Речь идет о фрагментах иллюминаторов и сидений. Фрагмент крыла, обнаруженный ранее, с высокой вероятностью принадлежит малазийскому Боингу. Об этом в Париже заявил прокурор Серж Московяк. Это утверждение нуждается в дополнительной проверке. У побережья Ливии перевернулось судно с беженцами. На борту корабля находилось около 700 человек. Спасти удалось лишь порядка 400. НАСА продлило договор с Роскосмосом до конца 2019 года. Сумма контракта по доставке американских астронавтов на МКС составляет 490 миллионов долларов. Всего доброго!